Продолжаем читать книгу Эмина Мемедли «Карабахская сага». Есть им ваш благосклонный Павел, Н.Б. «Карты мои идут только до Хивы и до Амурской реки. И далее ваше дело – достать сведения до заведений английских и до народов индийских, им подвластных». Второе. Санкт-Петербург, января 12-го. 1801 год. Индия. Индия, куда вы назначаетесь, управляется одним главным владельцем и многими малыми. Англичане имеют у них свои заведения торговые, приобретенные или деньгами, или оружием. Той цель всеси – разорить и угнетенных владельцев, освободить землю, привезть России в ту же зависимость, в какой они, у англичан, и торг обратить к нам. Сие вам исполнение поручаю, пребываю. Вам благосклонный Павел. Третье. Санкт-Петербург, января 13-го. 1801 года. Василий Петрович, посылаю вам подробную и новую карту всей Индии. Помните, что вам дело до англичан только о мир со всеми теми, кто не будет им помогать. Итак, проходя, их уверяйте о дружбе России и идите от Инда до Гангес и там на англичан. «Мимоходом утвердите Бухарию, чтоб китайцам не досталось. В Хиве вы свободите столько тысяч наших пленных подданных. Если бы нужна была пехота, то пришлю вслед за вами, а не Инава прислать будет можно. Но лучше, как бы вы это одни с собой сделали. Ваш благосклонный Павел». Четвертое. Февраля 7-го 1701 года. Михайловский замок. Присем присылаю вам маршрут, какой мог для вас достать. Он дополнит вам карту и объяснит экспедиции весьма нужно. И чем скорее, тем вернее и лучше ваш благосклонный Павел. Сим маршрутом я вам вовсе рук не связываю, однако же. Пятое. В Михайловском замке. Февраля 21-го 1801 года. Несобственноручно. Господин генерал от кавалерии Орлов 1-й. На донесение ваше от 25-го января. Не имею вам ничего иного сказать, как опробую, утверждаю, вами представленное. «Прибываю вам благосклонным, Павел». Собственноручная переписка. Возьмите сколько можно. О пехоте же, будучи вашего мнения, лучше не брать. Примечание. Эти собственноручные письма императора Павла, списанные у подлинников, были впервые напечатаны в историческом сборнике. Мы считаем совершенно уместным перепечатывать их вслед за проектом русской экспедиции в Индию 1800 года. Как начало исполнения этого проекта неожиданная и внезапная кончина Павла I в ночь 11 на 12 марта 1801 года спасла Англию от вторжения русских в Индию. Чтобы закончить с описанием русско-французской экспедиции в Индию, приведем последний занимательный сюжет. Павел не только склонен был напасть на англичан в Индии, но даже определил Бонапарта в первых шагах к реализации этой программы. Казачий атаман Матвей Иванович Платов по неведомой причине, засаженный Павлом в Петропавловскую крепость и находившийся там уже полгода, внезапно был извлечен из своего каземата и доставлен прямо в царский кабинет. Тут ему без всяких предисловий был задан изумительный вопрос. Знает ли он дорогу в Индию? Ничего абсолютно не понимая, но сообразив, что в случае отрицательного ответа его вероятными медленно отвезут обратно в крепость, Платов поспешил ответить, что знает немедленно. Он был назначен начальником одного из четырех эшленов поиска в Тонского, которое почти в полном составе приказано было идти в Индию. Всего же выступили все четыре эшелона 22 500 человек. Выступили они с до на 27 февраля 1701 года. Но шли недолго. Если учесть, что последнее письмо Павла I графа Орлова было датировано до 21 февраля до того же года, то оперативность выполнения приказа императору впечатляет. Что же касается решения Павла I второй и третьей стратегических задач, то они были тесно связаны только с Закавказьем и поэтому могли выполняться совместно. Нужно сказать, что окружение Павла I считало наиболее предпочтительным для России кандидатом на занятие Эчмиадинского престола не в меру честолюбивого Иосифа Аргутинского-Долгорукого. Не случайно Эсу в своем историческом исследовании облег это в чрезмерно пафосную форму. Ни милости, щедро расточимая ему обоим дворами Российской империи, ни почетное положение, которое предоставлено ему было при них, ни признание за ним тех заслуг, которые он оказал государству, не заставили его отказаться от мысли занять когда-либо Иосифа Аргутинский патриархский престол, с высоты которого ему открывалось более обширное поприще для служения своему народу, от которого он так надолго был оторван. Несмотря на удрученное состояние Эчмиадинского патриархского престола, нравственное значение его было так велико, что архиепископ Иосиф охотно менял покой и почести петербургской жизни на лишение и опасности пребывания в Персии. Скромный Иосиф был готов занять патриархский престол еще после смерти Симеона Первого. Но избрание Гукаса католикасом произошло только стремительно, что он не имел возможности что-либо предпринять в пользу своей кандидатуры. Подчинившись с должным смирением новому избраннику народа, Иосиф вполне естественно считал себя не только законным, но и наиболее достойным ввиду выдающихся своих заслуг его преемникам. Далее события, связанные с избранием нового католикаса, развивались по сценарию крутого детектива. Иосиф демонстративно не ездил в Эчмиадин, хотя Гукас первый дважды приглашал его. Католикас прислал в Россию епископа Ефрема, может быть, для облегчения этой поездки. Во всяком случае, в день кончины католикаса 28 декабря 1798 года Иосиф находился в России. После этого, судя по историческому исследованию Эзова, борьба за Эчмиадинский престол развернулась между тремя кандидатами. Константинопольского патриарха, архиепископа Танила и архиепископа Давида поддерживали армянские паствы Оснацкой империи и Персии, хорошо помнившие подстрекательные инициативы Иосифа против мусульма. Во время похода графа Зубова, а архиепископа Иосифа в Тифлийская армянская община, император Павел I и царь Георгий XII Эчмиадинская братья оставила в списке кандидатов только двоих, Данила и Давида. Тогда, 28 февраля 1800 года, отвернутый Иосиф пишет весьма выразительное письмо тайному советнику Лашкерову, где, сообщая ему о случившемся, просит, если предусмотрит в том надобность, нанести о вышеизложенном до сведения, кого следует. Понятно, что донос адресовался Павлу I, который 16 марта того же года высочайшим рескриптом на имя русского посланника в Османской империи повелел разобраться в этом деле. Через месяц, 16 апреля, посланник писал Лашкерову, что, несмотря на сочувствие к Иосифу, простого народа, выбор его встречает великое затруднение со стороны духовенства и старшин, опасавшийся, что выбор этот может вызвать со стороны персидского правительства угнетение патриаршего престола и преследование армянского населения за участие названного архиепископа в походе Зубова из-за отношения его к Потемкину, что касается порты, то она в это время не вмешивалась. И в это дело тоже она не вмешивалась. Тем не менее, выбор Махзар армянской общины Константинополя остановился на патриархе Данилии и тогда в дело вмешался русский посланник. Его всеподданнейшего донесения от 16 мая следует, что он дал понять верховную власть Османской империи о желании Павла I увидеть очмельядинским католикосом только лично его, известного архиепископа Иосифа. Но сделать это следует весьма тонко, то есть руками султана Селима Третьего. Для устранения опасений, препятствующих избранию названного лица, представлялось бы необходимым, чтобы портан, назначив новые выборы, сама указала армянам на архиепископа Иосифа как на желательного кандидата. Согласившись на это предложение, султан поручил посланнику отбить государю, что желание это будет исполнено. В тот же день приказал сослать патриарха Данила на остров Тенедос, а архиепископа Давида, тоже противодействующего избранию архиепископа Иосифа, с целью по отбытии Данила заместить его в Константинополе, на остров Лемнез. В результате согласованных действий появился удовлетворивших и всех Махсар, а в Берете Селима Третьего говорилось об избрании Иосифа патриархом в месте так называемом Три Церкви или Эчмиадин, лежащем недалеко от провинции Рева. Хотел бы отметить, что здесь при... Хотел бы отметить... Хотел бы отметить, что когда читаешь письма людей, которые писали в 15 веке, в 16, в 17, в 18, в 19 веке, эти письма очень сложные и они очень длинные. Я читаю их и в самом конце, как назло, ошибаюсь. Поэтому, если я делаю ошибки, пожалуйста, не нужно сильно меня упрекать в этом. После того, как Селим Третий разрурил ситуацию в пользу России, посланник 16 июня Всеподдойнейший донес, что избрание патриархом в Ачмиадина архиепископа Иосифа совершилось на сих днях. По этому поводу поднялся небольшой переполох. Официальные документы копировались и вместе с поздравительными письмами рассылались в Санкт-Петербург, Астрахани, Тифлис. Павел I в своей грамоте, удостойный высочайшего подписания 28 июля 1800 года, обратился к Иосифу Аргутинскому Долгорукову с милостливыми словами. Одновременно рассылались рескрипты посланнику России в Константинополе, царю Георгию XII и астраханскому губернатору, генерал-лейтенанту Кнорингу, который рекоментировался в прогрессии празднеств по поводу отъезда, проезда, приезда и так далее. Но жизнь внесла свои коррективы в эту предпраздничную суету. 28 декабря 1800 года умирает царь Восточной Грузии Георгий XII. Это событие буквально взрывает страну братьев покойного царя Юлон Вахтанк, Антони Миран, Александр Паранос, Ираклиевич, а также сыновья Давид Иоанн, Баграт, Тимурас, Михаил Джебраил, Илья Акрапир и Иракли Георгиевич активно присутствовали к дележу верховной власти под руководством своих матерей. Некоторые из них выразили свое согласие, чтобы в Грузии совсем не было царя. Лишь бы ненавистный им царевич Давид не занял престол. В этой ситуации Павел I счел за благо объявить рескриптум генералу Кноринку о присоединении Грузии к Российской империи. Вскоре 10 февраля 1801 года в Тифлис в обстановке всеобщего ликования армянского населения и пальбы из Пуши прибывает Иосиф Аргутинский Долгоруков, который прежде всего совершает молебенг в Армянском Ванском соборе о долгоденственном здравии государя-императора с приличной к народу речью. Ознакомившись с обстановкой на месте Аргутинский Долгоруков при проводе с 17 февраля в том же соборе торжественную церемонию объявления насыщающего манифеста о присоединении Грузии. Мы полагаем, что любознательный читатель внимательно ознакомится со всеми 29 пунктами церемонии, некоторые из которых в настоящее время выглядят довольно конечными. Например, когда священнослужитель высокого ранга нес на голове серебряный поднос, на котором лежал манифест. На этой церемонии присутствовали жена Ираклия II Дарья и его брат Хазелика с Восточной Грузии Антоний, а также царевич Давид Иоанн Багратцев Георгиевич. Божественную литургию отслужил Иосиф Аргутинский Долгоруков и читан был высочайший манифест в такой последовательности на русском, армянском и грузинском языках. После благодарного Малибена Иосиф на права хозяина пригласил 200 гостей к праздничному к столу Гаташакирх Лама. Изысканные шербеты подавались гостям под чарующие звуки гангуря. Город был иллюминирован на организацию Чарагдана, не пожалели бакинской белой нефти, Весь день в храмах города звонили колокола. Создалось впечатление, что в городе отмечается грандиозный армянский праздник, за которым присматривали городской мельк царче Бибутов и племянник Иосифа Соломона Аргутинский Долгоруков. Кстати, это тот самый племянник, которого по сведениям Бутакова Иосиф собирается сделать армянским царем. Осталось только определить местопребывание этого царства. Так было отмечено в Тифлисе долгожданное для России присоединение Грузии, которого радовалось исключительно армяне. Понятно, что больше всех ликовал Иосиф. Сравнительно не старый энергичный человек строил самые радужные планы, но все в руках Божьих. Патриарх собирался выехать и делал прощальные визиты. 27 февраля он пожелал быть в бане. Царица Дария, узнав об этом его намерении, предложила ему поехать в так называемые царские баны, считавшиеся тогда собственностью царицы. Патриарх принял это предложение, навернувшись из бани, почувствовал себя нездоровым, слег в постель, день от дня ему становилось все хуже, и 9 марта он скончался. Продолжение следует.